Всем привет! Сегодня поговорим о смене языков, потому что бывает, что некоторые сборки, они ставятся хорошо на английском языке, а затем их уже можно перекинуть на русский. Бывает так, что если изначально пытаешься ставить на русском языке, ничего не идет. К цинамону вообще-то это не относится, он ставится хорошо на русском языке, но тем не менее. Посмотрим, как происходит смена языка в Linux Pin Цинамон. Вот у меня на английском языке все имеется. Значит, я вот так вот смотрю, вот languages, вот у меня стоит, что язык интерфейса английский, регион и так далее, там валюту, систему там мер, все это берет русскую. А вот английская, ну давайте попробуем ее, поменяем, вот, сделаем системным языком. Apply System White. Заведем наш любимый парольчик, User. Нажмем ОК. Собственно говоря, теперь нужно будет перезагрузиться. И там я покажу вам один интересный нюанс. А пока, значит, ждем перезагрузки. Итак, после перезагрузки выскакивает вот такая вот менюшечка, где вам предлагается или оставить название со старыми именами, значит, на английском языке, или обновить эти имена и оставить их, уже переделать на русский язык. То есть, в принципе, все зависит, как говорится, от вас. Ну, поскольку у меня сохраняются все изменения в папочке видео, ну давайте я обновлю имена, сделаем на русском языке. Значит, единственное, посмотрим сейчас структуру папок. Я сейчас так вот уберу вскрытые файлы. Ну, давайте посмотрим. Так, ну вот, папочка, куда идет запись, она, значит, у нас пока еще остается. А так, вот все остальные папочки, они были заменены на папочки на русском языке. Вот, практически так происходит изменение локалочки. То есть, просто-напросто пошли сюда, зашли в языки, ну теперь тут уже вот языки на русском. Вот, пожалуйста, язык интерфейса поглядели, там поменяли на любой, который вам нравится. А может быть, наоборот, допустим, я хочу, чтобы все было на русском, а, допустим, живу я в другой стране, и хочу, чтобы у меня, допустим, все единицы измерения, допустим, были на английском языке, там, или на американском. Ну, а кому какая разница, что я хочу? Вот, я могу здесь, как говорится, взять и выбрать то, что мне нравится. Вот, могу выбрать английский, допустим. Интерфейс на русском языке, а числа валюты измерения, там, значит, все это дело сделать на английском. То есть, вариантов здесь очень много. Поэтому вы выбираете тот, который вам больше всего подходит. Я пока ничего не сохраняю, еще раз нажмем. Все равно он уже туда побежал, да? Ну, сейчас я поставлю обратно его на русский язык. Вот, пусть все будет на русском пока. Ага. На русском хочу. Вот, хитрова. Ну, в любом случае, вот, применяем для всей системы. Вводим парольчик, user. Нажимаем на ОК. И теперь, после этой загрузки, будет и язык интерфейса, и все меры, там, как говорится, там, измерения, там, метры и так далее, тоже будут в десятичной системе на русском языке. Ну, это легко проверять, вот, по LibreOffice, еще так же. Вот, он здесь уже идет на русском языке, а до этого он был, скажем так, на английском. У меня тут как-то задавали вопрос, что, а как поменять язык в LibreOffice? Да вот так вот, через изменение языков. Это делается вот так, а есть в самом LibreOffice еще, у него был такой, вот, оболочка, сервис, была, значит, по-моему, были, по-моему, параметры. И вот были настройки языка, вот языки у него там. Вот здесь тоже можно поменять стандарт, допустим, можно сделать английский, можно сделать русский. Значит, и все-все-все остальное. Практически, чем мне и нравится Linux Mint Sonomon, что он очень гибок в настройках, без всякой головной боли. Всегда можно поменять язык, поменять, значит, все это внешний вид там рабочего стола, там, панельки спрятать или, наоборот, показать там. Ну, очень хорошая такая, простая, гибкая система в управлении и в понимании, без всякой там заумия. Вот. Ну, ладно, думаю, что, как поменять язык я вам показал, это вам где-нибудь и пригодится. Может быть, где-нибудь по аналогии, там, в той же Манджаро будете менять. У меня в Манджаре, по-моему, в Манджаре или в Арче был такой вариант, что начинаешь установку на русском языке, все ставится, доходит дело до пароля, до имя пользователя. Я бы хотел записать имя пользователя на английском языке, а он мне дает его сделать только на русском. И мне тогда пришлось возвращаться назад, ставить все на английском языке, установил, и только потом уже в настройках я поменял язык на русский. Вот такие вот всякие вот вещички бывают. Ну, ладно, значит, практически, ну что, ну, в большинстве программ можно поменять язык. Вот, далеко ходить, как говорится, не будем. Вот, пожалуйста, балаболка. Вот, пожалуйста, можно на любом языке сделать, чтобы, как говорится, у вас выглядела балаболочка. Вот таким вот образом. View, язык, обратно перешли, допустим, на русский. Вот, все на русском языке. То есть, вот таким вот образом практически можно к программам подбирать там всяческие или какие вот вещи. Хотя, иногда, значит, бывают некоторые вот такие вот моменты. Сейчас покажу. Ну, вот у меня тут в папочке с документами, значит, есть такая вот, о, карточная игра в дурака. Значит, ну, давайте вот посмотрим. Ставится она моментально. Программа очень маленькая. И на самом-то деле, тут, кроме дурака, еще масса игр, потому что, допустим, лично я иногда люблю сыграть во что? Я люблю сыграть вот в кингах. Хорошая, нормальная игра, развивает логическое мышление, как говорится. Все тут, как говорится, ясно, понятно и так далее. Значит, ну, вот иногда бывают вот такие вещи. Смотрите сюда. Вот, когда игра закончена, выкидывается счет. Нажимаясь на ОК, и появляется вот такая вот надпись. То есть, вот, бывает, что не везде, как говорится, нормально отрабатывают шрифты на русском языке. Ну, по смыслу понятно, что, значит, написано, вы выиграли, потому что, вот, я играл за этого игрока, значит, набрал больше всего очков и так далее. Вот, как я, значит, не пытался там подправить эту программу, ничего не получается. Ну, она была заточена под винду, вообще-то, конечно. Вот. Ну, тем не менее, значит, вот такие вот, скажем, кракозябры, они везде бывают, везде возможны. Назвали игру просто карточная игра в дураках, хотя на самом деле здесь, только одного дурака, вон, куча всяких видов, очень много пассианцев, есть вот много других игр, есть даже гадание, там, пирамидка, загадайте там желание, допустим, будет ли завтра дождичек, выберите карту, пишет, вот, весьма сомнительно, ну, и в таком плане, ну, просто любопытная такая игрушка для времяпровождения иногда, чтобы отвлечься, вот, хорошая такая игра, ну, вот, не всегда, как говорится, везде там с русским языком все срабатывает, хотя, как видите, у меня тоже было все выставлено по-нормальному, вот, еще раз показываю, смотрим, вот, все стоит. И могу еще раз нажать применить для всей системы, и могу еще раз вот нажать пароль, и могу еще раз перезагрузиться, и даже после перезагрузки все равно остается вот эти вот, скажем, нечитабельные символы. Ну, кому есть большое желание, тот все-таки найдет, как с ними разобраться, как подправить их, но всегда смотрите то, что вам нужно, потому что, вот, казалось бы, там и игра хорошая, но вот не все в ней поднастроено, значит, надо покопаться, поднастроить ее под себя, а то видите, какие получаются кракозябры. От того, что кодировки используются неверные, вот и все. Я желаю вам поупражняться в языковых настройках, потому что штука эта полезная, сделав это несколько раз, вы приобретете необходимый опыт, и всегда сможете помочь своим друзьям и знакомым. Ну, ладно, желаю вам всего доброго, всяческих успехов и удач, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok